Катя, а еще вот такой вопрос. Очень часто достаточно такая появляется депрессия у человека, который пришел первый раз в студию записываться. И что происходит? Он слышит не то, чего ожидал. Почему это происходит и как с этим бороться? Да, ну это момент на самом деле действительно, который надо просто пережить. Ну, представляете себе, если бы вы первый раз в жизни посмотрели в зеркало лет в 30. То есть каким бы вы себя не представляли, вы все равно другой, на самом деле, если вы себя не видели. То же самое касается… Оказывается, вы женщина. Да, оказывается, вы женщина. Тут 30 лет прожили. То же самое происходит фактически, когда вы слышите свой голос. То есть это не значит, что ваш голос какой-то плохой или какой-то не такой. Это значит, что просто к нему нужно немножко привыкнуть. Для этого я рекомендую петь в микрофон, записываться, безусловно, петь в наушничках или подключаться через комбик, слушать себя через комбик. Это тоже весьма полезно. Но эффект все-таки вот такой, что человек слышит свой голос внутри себя, и это совсем как бы на самом деле не то. Он не только даже слышит внутри себя. Даже если вы поете в акустическом пространстве, например, в ванной, да, то все равно эффект немножечко другой. То есть вас накрывает резонансом комнаты, да, и приятные ощущения именно физиологические, они немножко перекрывают ваши каналы аудиального восприятия. Если же вы слушаете себя уже в записи, там, в цифре, там, или на пленке, то здесь вот все незамутненно, как оно есть, так оно и есть. Ну, можно порекомендовать добавить ревера. Всегда помогает. Ревера. Хорошо. Хорошо. Я так спрашиваю нашу студию, там у нас появились ли еще вопросы от телезрителей, потому что нам уже пора вручать приз. Если появились, то приносите, пожалуйста, поскорее. А я задам от себя вопрос тоже очень немаловажный. У нас даже целый семинар на эту тему есть. Все прекрасно знают, что вокалист должен петь чисто, должен петь красивым тембром, должен, значит, при этом еще... Конечно, красивым. Да, заводить толпу вот таким вот образом. Но немногие знают, что от вокалиста очень большая боль в большой степени зависит ритмика, звучащая в ансамбле, да? Да, безусловно. Вот как развивать себя в этом плане? Конечно. Ну, во-первых, здесь вам помогут техники дыхания, потому что как раз пение коротких длительностей, пение на стаката позволяет вам в ритмическую структуру ансамбля включиться. А вторые моменты – это, конечно, освоение в какой-то мере инструментов перкуссионного плана. То есть здесь это действительно очень полезно. Хотя бы собственную ногу для начала или руку. То есть отстукивайте ритм, когда поете, выбирайте сложные ритмы, в том числе составные ритмы. Некоторое время помучаетесь, но эффект хороший. Ну, во всяком случае, да, есть масса примеров, скажем, барабанщиков, переквалифицировавшихся вокалистов. И они поют реально немножко даже, можно сказать, по-другому. Во всяком случае, никто из них не жалеет о своем барабанном прошлом, поэтому совет такой – позанимайтесь на какой-нибудь перкуссии хотя бы. Хорошо. Значит, тогда, раз нам вопросы не поступают, то мы сейчас быстренько перечисляем, потому что время нашего эфира уже близится к концу. Какие у нас были вопросы? Я так бегло. Или, Катя, ты уже знаешь, кому вручить? Такой не запал в душу никакой вопрос? Ну, мне вот про конец света очень понравился вопрос. Про конец света, да. Про конец света и начало нового света. Итак, Владислав из города Сыктывкар. Вы становитесь счастливым обладателем тюнера фирмы Flight от нашего спонсора фирмы Dinaton. Здравствует начало нового света. Я надеюсь, что вы не только поете, но и играете на чем-нибудь, кроме барабанов. Пойте в тюнер. Да, если вы не играете, то вы уже можете начинать это делать. Тюнер вам придет по почте или еще каким-нибудь путем. Позвоните, пожалуйста, вам расскажут, как это сделать. Поздравляем вас. Да, поздравляем. Так. Ну и может быть еще такие… Вот мы, кстати, не на Дома семинаров это не обсуждали. Самое время. Может быть, советы некоторые начинающим вокалистам, продолжающим по мониторингу. Вот если, я думаю, полагаю, что большое количество у нас сейчас наблюдающих телезрителей поют в группе… Да, если у вас работает только одна колонка, разверните оставшуюся на себя советы по мониторингу. Первый совет, да. По мониторингу. Ну вот сейчас появилось большое количество различных технических приспособлений, как-то ушные мониторы, там радиомониторы. Да, но вот я слыхал, что мнение расходится. Некоторые вокалисты советуют наоборот ими не пользоваться. Ну, здесь есть некоторые нюансы, конечно. Вот, предположим, при работе с малым ансамблем я бы, наверное, не стала пользоваться ушными мониторами, потому что очень много аудиоинформации идет не через уши, а через тело. То есть вот ударную установку, басовый комбик, даже гитарные дела, вокалист слышит в большей степени спиной, нежели ушами. Соответственно, когда у вас вот эти пупсики в ушки втыкаются, у вас, опять же, ухудшается качество восприятия. Другое дело большие концертные площадки, типа Лужников, Олимпийского и так далее. Конечно, работая пятитысячник, вам придется использовать ушной мониторинг, особенно если много вокалистов на сцене в это время все забудется. Надеемся, что вам когда-нибудь придется, дорогие телезрители, петь пятитысячник. Ну, во всяком случае, я работаю и так, и так. Мне понравились оба варианта. К сожалению, наше время подходит к концу, и хотелось бы под занавес послушать еще один номер. Мы приглашаем Эвелину на сцену снова. Аплодисменты звучат. И финальный номер от наших гостей – дуэт «Орхидеи». Спасибо, что вы были с нами. Да, теперь решено без возврата. Я покинул родные края. Уж не буду с твоей гранатой. Надо мной свинился на поле. Минский дом мой давно сутулся. Старый пес, давно издох. На московских изогнутых улицах Повереть знать, судил мне боль. Я люблю этот город вязевый, Хоть обрюзгон и пусть отряг. Золотая дремотная Азия Обочива на куполах. И когда ночью светит месяц, Когда светит черт знает как, Я иду головой из месяц, Переугом знакомый Кабак. Шум и гамма в этом логове шутка, Но всю ночь напролет до зари. Я читаю стихи, растет утка, И с бандитами жарим спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, И уж я говорю не попад. Я такой же, как мой пропащий, Мне уже не уйти назад. Низкий дом без меня суток в лесу, Старый пёс мой давно не стыд, На московских изогнутых улицах Помереть нас сидит любовь. О-о-о-о-о-о-о. Спасибо. Спасибо. Спасибо.